МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Мы изучили лучший опыт по региональным методикам, который имелся во всех государствах, и определили пять факторов, которые наиболее подвержены влиянию местных исполнительных органов. Регуляторный климат, доступность финансов для бизнеса, человеческий капитал, инфраструктура, транспарентность принимаемых решений, сообщил министр национальной экономики Тимур Сулейменов. Более третьей акции товарной биржи «Евразийская торговая система» была продана за 271,3 миллиона тенге через сайт электронной торговой площадки. Стартовая цена, с которой были начаты торги, 477 миллионов тенге. Аукцион был проведен на понижение цены. Для того, чтобы принять участие в торгах, нужно было внести гарантийный взнос – 68 миллионов тенге. Товарная биржа ЕТС была учреждена в декабре 2008 года в Алматы. В настоящее время 60,8% акций принадлежит московской бирже, миноритариям – 1,5% акций, оставшейся долей в 37,66% стал владеть новый акционер. В первом квартале этого года товарная биржа вышла в плюс, заработав 33 миллиона тенге. Скважины глубиной 6 километров начнут бурить в Атераусской области. Предполагается, что работы по бурению первой из них начнутся в следующем году. Ресурсные запасы полезных ископаемых, разведанные на сравнительно небольших глубинах, истощены. В мире уже давно отработаны технологии по бурению скважин глубиной 6 тысяч метров. И мы подошли к тому, что необходимо бурить. Поэтому в настоящее время решается вопрос о передаче акционерному обществу «Эмбомунайгаз» нескольких новых контрактных территорий, в том числе за Буруния и Жаик, расположенных в Прикаспийской впадине, сообщил председатель правления национальной компании «Эмбомунайгаз» Сауат Мынбаев. Дочерний банк акционерного общества «Сбербанк» и нацкомпания «Казахинвест» заключили рамочное соглашение об инвестиционном сотрудничестве. В рамках документа проекты от «Казахинвест» будут рассматриваться «Сбербанком» для возможного дальнейшего финансирования. Национальная компания берет на себя проведение предварительного анализа инвестпроектов, будет оказывать содействие банку в получении необходимой информации от государственных органов, информировать о возможных формах поддержки инвестиционной деятельности. «Казахинвест» активно взаимодействует с международными финансовыми институтами. В портфеле компании находится порядка 200 инвестиционных проектов. Ведется работа по упаковке нишевых проектов в соответствии с международными стандартами и подготовке финансовой модели для дальнейшего предоставления инвесторам. Соглашение со «Сбербанком» может стать важным механизмом развития инвестиционного климата страны, отметил председатель правления национальной компании «Казахинвест» Максат Кабашев. Казахстанцы все чаще расплачиваются картой за свои покупки. За январь-июль этого года объем безналичных платежей составил 1,2 триллиона тенге, а это на 70,4% больше, чем год назад. Количество операций платежными картами выросло на 70% и составило 95,9 миллиона транзакций. Сумма платежей через интернет увеличилась почти в три раза, до 406,2 миллиарда тенге. Несмотря на уменьшение доли платежей, осуществляемых через посттерминалы, больше половины денежного объема и количества транзакций по безналичной оплате картой все еще осуществляется через них. По приросту объема безналичных платежей лидирует Алматы. Здесь сумма оплаты значительно выросла и составила 595,4 миллиарда тенге. Следом идет Астана и замыкает тройку лидеров Южно-Казахстанская область. В регионе показатель составил 52,3 миллиарда тенге. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова